здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчера прочитал новость о которой не могу не поделиться потому что но она мне взорвала мозг я даже не спал ночь думал как как ее использовать на самом деле дело в том что самой быстрой растущей экономикой в мире прогнозируется не китай не россия естественно и даже не индия вот а крохотное государство гаяна там ожидает ожидается рост 84 процента я с этой за год представляете 84 процента ввп в то время когда мы в россии боремся за ноль целых пять десятых чтобы довести рост экономики до одного процента в год то прогнозируется в гаяне 84 процента в чем дело давайте посмотрим я нашел гаяну на карте вот она посмотрите вот она гаяна вот джорджтаун ее столица и вот статья которую я прочитал гаяна станет самой быстрой растущей экономикой мира по прогнозам мвф следующем году экономика гаяны вырастет на 86 процентов это в 14 раз больше темпа в роста ожидаемых в китае что случилось в 2020 году экономика гаяна одной из самых маленьких стран южной америки с населением всего 700 780 тысяч человек может выросли на 86 процентов в 2024 году ввп страны который сейчас составляет около 4 миллиардов должен увеличиться на 5 до 15 миллиардов и все дело в том что там обнаружили нефть вот и значит детали exxon mobil первая крыша запаса нефти в гаяне где-то до этого не велось никакой добычи собирается приступить к ней уже в этом году к 2025 году компания надеется добывать стране около 70 750 тысяч баррелей в день это порядка 20 процентов текущей добычи exxon mobil и примерно соответствует всей текущей добычи венесуэлы ну круто вот с 2015 года когда exxon mobil объявила о первом открытии в стране было открыто уже 16 месторождений разведку на ее шельфе продолжают вести крупные компании включая total и repsol через пять лет на нефтяной отрасль будет приходиться до 40 процентов ввп страны считает мвф 2025 году поступления от нефтегазовых проектов могут превысить 5 миллиардов долларов в год в прошлом году правительство гаяны создала суверенный фонд власти страны рассчитывают что с первоначальных 300 миллионов 2022 году за счет роялти и поступления от соглашений по разделу прибыли с нефтяными компаниями объем фонда удвоится планируется что он будет расходоваться на проекты по развитию экономики страны и для ее защиты от колебаний нефтяных цен но то же самое что у нас стабилизационный фонд есть риски страна может не справиться с цунами нефтедолларов и резким превращением в петра государства предупреждали эксперты опрошенный блумберг этим летом и и нефтяные законы были написаны еще в восьмидесятых бюджет местного департамента энергетики не превышает 2 миллионов долларов за 5 лет а за пять лет прошедшие с первого открытия exxon mobil стране не появилось неадекватного регулирования в сфере разведки и добычи нечетких планов по расходованию средств суверенного фонда главным же риском считается будущий разгул коррупции вот такая новость которая не дала мне спать но как ее можно использовать ну во первых смотрите нам это хорошо знакомо россия помните когда пришел путин к власти и нефть внезапно выросла что у нас было да все о чем предупреждали значит ну во первых вот этот вот резервный фонд мы создали для того чтобы защитить страну как-то от колебаний нефтяных цен и это было правильное решение но разгул коррупции имеет место быть ребята к чему это приведет в этой самой маленькой стране 780 тысяч человек в другом сообщении я прочитал что по оценкам на одного жителя гаяны нефти по оценкам приходится больше чем на одного жителя саудовской аравии то есть они просто захлебнуться в потоке нефти долларов вот это вот с одной стороны с другой стороны ну давайте подумаем как можно из этого извлечь прибыль и как бы как как можно заработать ну для инвесторов например да какая здесь информация содержится неоднократно упоминалась компания exxon мобил я так понимаю что это основная компания которая будет проводить производить добычу нефти и до 20 процентов всей добычи exxon мобил будет приходиться на вот эту самую гаянскую нефть как это можно использовать но надо очень внимательно следить за акциями exxon мобил друзья мои exxon мобил американская компания на акции exxon мобил мне кажется можно купить на бирже спб сейчас мы это посмотрим я открываю яндекс exxon мобил акции инвестинг ком пожалуйста вот они xo m exxon мобил давайте посмотрим на инвестинге как они растут у они так сказать вот вот такие акции exxon мобил сейчас давайте переходим на биржу тогда уже сразу и ищем exxon мобил на бирже у меня от яндекс открыт давайте посмотрим xo m на спб совершенно спокойно они есть вот график акций цены и объема на спб вот здесь четырехчасовой сейчас мы открываем недельный график вот такой график когда они начнут расти но для начала прежде чем добывать нефть надо вложиться и будут достаточно большие инвестиции для того чтобы построить вот все эти на разработку нефтяных месторождений поэтому акции начнут расти не сразу выручка компании начнет расти не сразу это произойдет постепенно но вот в этом году они уже собираются то есть я думаю что где-нибудь вот в районе 70 долларов за акцию можно приобрести и наблюдать это дело ну это вот первое для тех кто уже инвестирует для тех у кого есть деньги кто достаточно богатый для тех кто не настолько богатый но для тех кто занимается бизнесом что может означать это новость давайте посмотрим на на эту страну просто глазами туриста 780 тысяч населения и вот я просто взял и буквально в том же гугле открыл примерно как выглядит эта страна посмотрите ну вот такие домики где живут гаянцы вот я так понимаю вот есть хорошие домики есть чуть хуже машинки там ездят но более-менее приличные дома вот посмотрите вот они однотипные все недавно построены вот такие домики они совсем-совсем живут уже не бедно если они начнут расти бешеными темпами что произойдет да кстати язык там вполне адекватный они говорят там на английском языке смотрите вот здесь вот альберт стрит гроул стрит на английском языке все то есть нормальный рабочий крестьянский английский язык и star brook star brook о чем это говорит о том что это бывшая голландская колония вот то есть star brook это на голландском на датском языке вот датский голландский это одно и то же если кто не знал вот но что еще можно сказать я уже посмотрел тут судя по всему у них левостороннее движение черт стрит это значит соответственно церковная улица ну достаточно большая тоже не бедные дома в общем сказать и вот здесь такие сколько тут там 6-7 этажей наверное вот они домики ну бордюров нет смотрим да грязновато достаточно ну сказать вот такая лужица непонятные фигвамы какие-то стоят вот вот такая страна так ну здесь пляж в джорджтауне это столица вот примерно так выглядит столица что можно сказать можно сказать что так как деньги хлынут туда очень даже может быть что там я не знаю какая национальная валюта еще искать не посмотрел пока вот но скорее всего скорее всего национальная валюта резко будет укрепляться если они не справятся с этим делом с нефтедолларами вот это приведет к тому что местные жители станут бешено богатыми что они начнут делать ну ожидаемо они начнут строить дворцы и себе потому что ну во первых коррупция во вторых все прочее то есть ребята которые занимаются девелоперским бизнесом строительные компании значит на какие-то ну недвижимость коттеджи я думаю что там все это будет развиваться и если у вас здесь не очень хорошо милости просим что называется в гаяну как туда проехать я не знаю я не смотрел но вот есть предположение что там все это будет достаточно интересно и очень сильно развиваться давайте посмотрим вот тут немножечко в захолустье заедем вот оно как выглядит уже захолустье это вот буквально совсем недалеко джунгли ребята домики одноэтажные будет развиваться строительство будет развиваться строительная отрасль если кто-то захочет представительство там пожалуйста иметь у нас очень много сейчас дизайнеров по жилью архитекторов я думаю что там тоже можно будет искать заказы ну а тем у кого нет денег и вообще кто не нашел себя в этой жизни но местные жители уже не будут там работать всякими там не автослесарями уборщиками но тут уже будет конкуренция конечно потому что под боком венесуэла абсолютно нищая и в которой тоже будет масса но масса конкурентов будет иметь место быть вот ну вот он херстеллинг этот пожалуйста вот здесь коровки ходят совсем рядом со столицей гаяны да еще один момент посмотрите что я тут обнаружил вот это вот типичная гаяна вот я так понимаю вот люди примерно так живут вот примерно так живут то есть это вот богатые тут же соседствуют ну в общем я вам скажу честно примерно жизненный уровень не намного выше или ниже чем у нас вот как бы так я это вижу я еще обнаружил что здесь во многих местах очень серьезные решетки на окнах вернее на входе в торговые центры о чем это говорит но я думаю что там высокий уровень преступности вот нам к этому конечно же не привыкать вот то есть мы знаем как это было мы помним это совсем недавно все это происходило но в принципе тут ничего такого интересного больше я не обнаружил ну а что по поводу нашего рынка текущего ну я говорил что я яндекс приобрел вот здесь вот с таким хорошим плечом вот сейчас у меня яндекс посмотрите куплен на 427 тысяч рублей вот он подрос у меня я залез плечо на 350 тысяч рублей ничего страшного потому что я уже в общем то вот здесь на яндексе заработал почему я это сделал я уже говорил по моему потому что я посмотрел когда у нас было 4 ноября праздники я посмотрел что за этот день яндекс на бирже nasdaq в америке подрос и я решил его купить ну вот вот здесь вот я его купил на открытие нашей бирже он слегка опустился потом когда американская биржа открылась вот здесь он снова вырос до того уровня на котором я купил то есть я купил несколько рано потому что я мог бы заработать больше но вот так здесь я немножечко ошибся но вот сегодня пожалуйста вот сегодня открылась биржа вот здесь уже и посмотрите желтая это цена позиции оранжевая это стоп лимит то есть я уже в хорошем плюсе по яндексу и он продолжает расти биржа в америке еще не открывался она откроется сейчас америка перешла с 1 ноября на зимнее время поэтому открытие американской бирже в 17 часов по москве сейчас у нас 14 20 то есть я жду следующего дальнейшего роста акций яндекса и но у меня уже по яндексу вы видите плюс пять с половиной тысяч рублей это за ну за два дня со вчерашнего дня ну в общем вот так вот что у нас что у нас с нотой давайте я уже ткать посмотрим ну посмотрите но все пошло вверх и мне теперь надо молиться чтобы хоть кто-то упал из них потому что если никто не упадет то моя нота будет закрыта и она будет закрыта вот посмотрите каким образом она будет закрыта возвращаемся структурные продукты вот обзор одна всего но то у меня здесь куплено инструменты выбираем вот она одна но то пока одна нота я планирую еще вот посмотрите вот такой уже график появляется вот здесь вот барьер отзыва все четыре акции выше чем барьер отзыва то есть давайте посмотрим вот они все четыре акции красненьким это значит они уже превысили барьер отзыва но это будет отозвано если эта ситуация сохранится до 29 ноября и в общем сказать не знаю сохранится на винет таблица выплаты купонов смотрим дата выплаты не наступила барьер отзыву барьер выплаты купона 85 процентов то есть практически наверняка купон будет выплачен 1589 рублей он будет составлять этот купон и скорее всего но то будет закрыта если ни одна акция не упадет это алроса мосбиржа нлмк и сбербанк ну пока хуже всего чувствует себя сбербанк и алроса и то и другое запросто может вырасти я не знаю даже на кого из них рассчитывать для того чтобы на следующий период наблюдения уйти если уйдем на следующий период наблюдения то в январе скорее всего но будет падение там сказать все будет нормально вот такие пироги и из новостей еще одна новость который я хочу сказать что сегодня я еду в открытие в открытии будет встреча с инвесторами я на нее записан встреча будет посвящена это будет семинар который будет посвящен структурным продуктам я постараюсь как всегда сесть на первый ряд и сделать запись обычно мне это разрешают главное условие чтобы ни один из инвесторов не попал в кадр потому что свято соблюдают конфиденциальность инвесторов то есть за этим очень жестко следят вот но говорят что если я не показываю инвесторов то снимать можно я думаю что как обычно съемки будут вот я думаю что будет интересно я постараюсь выложить опять запись этой встречи на своем канале поэтому во первых оставайтесь на моем канале подпишитесь поставьте колокольчик сейчас поставьте пожалуйста лайк будем вместе следить за гаяной будем вместе следить за структурными продуктами нашими кто не хочет ехать в гаяну вот я немножечко он тюрист у меня так и такие шальные мысли она запала мне в голову и я для гаянцев наверное буду свою биржу для чайников проталкивать у них это будет актуально вот ну а для вас биржа для чайников уже готова она на русском языке и вполне доступная ссылочку вы увидите в описании к данному видео либо там значочек и вот там сверху нажмете биржа для чайников но на сегодня все пользуйтесь пока гаянцы не задрали цену на эту биржу для чайников до встречи с вами был демитков юрий